Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачёвой. Кроме рецептов, я иногда выкладываю видео о заготовке лекарственных трав. Сейчас я собираю корни одуванчиков и решила показать, как я это делаю. Корни одуванчиков заготавливаются до цветения растений. Обычно в апреле, в мае. Можно, правда, ещё и в сентябре. У нас сейчас как раз такое время. Цветов и бутонов ещё нет, но корзинки листьев уже большие. То есть хорошо видно, где растение мощное, где стоит копать. Корни у одуванчиков длинные. Полностью достать из земли их не получится. Да и к этому не стоит стремиться. Сантиметров 10-15 будет достаточно. Освобождаю корни от земли. Обрываю листья. Затем корешки надо хорошо промыть. Удобно это делать щёткой. После этого я их выкладываю на полотенце, тканевое или бумажное, и даю полностью обсохнуть. Обычно до следующего дня. Затем нарезаю достаточно мелко, чтобы кусочки быстрее высохли. Сушить можно в духовке или в сушилке при температуре около 40 градусов до полного высыхания. Хранить в бумажном или тканевом мешочке в сухом шкафу. Срок годности такого сырья до 5 лет. Но если есть возможность, конечно, лучше собирать свежее почаще. О полезных свойствах и противопоказаниях корней одуванчика сейчас можно легко погуглить. Поэтому не буду на этом останавливаться. Из корней делают настои, отвары, просто заваривают как чай. А чтобы напиток получался более насыщенным, по вкусу и цвету, порцию сухих корешков можно слегка обжарить на сухой сковороде. Приятного вам аппетита и будьте здоровы!